Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Медиа Информы. Программа мы с Михаилом Кацином с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это Владислав Гриценюк, адвокат известного здесь, с которым мы будем говорить, собственно, о легализации оружия как некой инициативе, направленной на вооружение граждан Украины в процессе противодействия российской агрессии. Ну, безусловно, очень важный вопрос. Собственно, наверное, наступает такой период в жизни нашего государства, что каждый человек, который может, собственно, держать в руках оружие, человек, который может, то есть по своим психотипическим критериям, по своим, скажем, по заключению докторов, да, обращаться с вооружением, он должен обязательно, собственно, быть готовым защищать себя, свою страну, государству от противодействия российской агрессии. Ну, об этом поговорим. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. А, Владислав, вот как вы относитесь к этой инициативе? Инициатива эта назаревала очень давно. Ни для кого не секрет, что легализация оружия, огнестрельного оружия, проходила много дискуссий, этапов развития. Мы знаем, что годы шли и непосредственно регулируется данный момент до сих пор приказом МВД номер 622 и некоторыми подзаконными актами. Вот буквально сегодня, как раз на злобу дня, и я считаю, что это правильно, дальше мы подробнее об этом поговорим, разумеется, уже предпринят шаг, большой, огромный шаг к тому, чтобы легализовать все-таки огнестрельное оружие на территории Украины, непосредственно поставить это в правовое поле. Поэтому на этапе, когда мы сейчас все переживаем вопрос военного положения, чрезвычайного положения, агрессии, это очень важный вопрос. Владислав, с другой стороны, вот это есть некий, скажем, ящик Пандора, который, если открывает наша страна, но, безусловно, переведет социально-экономические отношения внутри страны в некое другое качество. Так, и вот нужно четко понимать, насколько вообще это необходимо нашей стране вот сейчас, да, опять же, учитывая высокую криминогенность и учитывая то, что, к сожалению, очень часто, ну, у нас, скажем, нарушаются некие правовые нормы, да, вот, и тут могут быть злоупотребления, в том числе и на фоне, скажем, вот этой оружейной темы. Вот, вот, как вы считаете, готово ли наше общество, созрело ли наше общество к, вот, ну, ношению оружия? Я вам так скажу. Общество никогда не будет готово, пока его не начинать подготавливать. У нас с 2014 года, да, ведутся боевые действия. На территории Украины сейчас большое количество оружия, нелегального оружия. Я поднимал статистические данные, да, по статистике у нас зарегистрировано легального оружия порядка, там, до миллиона тысяч, до миллиона штук, да, а нелегально до пяти миллионов. Что можно говорить о криминогенной обстановке в нашем государстве, да, что четыре миллиона вооружения где-то у кого-то хранится на складах, у кого-то дома и так далее. Криминогенная обстановка огромная. Однако, если мы начнем анализировать те законопроекты, которые предлагаются, вот, сегодня, который был принят в первом чтении, в нем же говорится о том, чтобы легализовать этот процесс. Это не обязательно то, что каждый будет ходить с пистолетом в руках. Пока до этого еще не дошло. И я согласен с вами, что общество наше к этому еще совершенно не готово. Но пути к этому, шаги должны происходить. Хорошо, вот, мы знаем о Соединенных Штатах Америки, пример о Соединенных Штатах Америки, да, безусловно, демократическое государство с либеральными ценностями, которые лежат в основе этого государства. Тем не менее, вот тот факт, что во многих Штатах разрешено ношение оружия, иногда приводит к серьезным происшествиям, да, мы знаем это, когда вот происходят какие-то, ну, скажем, злоупотребления огнестрельным оружием, которые приводят к человеческим жертвам. И это в Соединенных Штатах Америки, где вот система, она жестко институализирована. С одной стороны, мы как бы готовимся к противодействию российской агрессии, но с другой стороны, не кажется ли вам, что мы выпустим джина, который государство не сможет контролировать? И в наших условиях, нервозной обстановке, мы можем получить похожие случаи, как в Соединенных Штатах Америки? Может, все, может быть, к сожалению, мы ни от чего не застрахованы. Однако, вы взяли, например, Соединенные Штаты Америки, да, у них в каждом штате свое закон творчества, да. Есть, например, Чехия, да, рядом с нами страна, у них очень поставлены на хорошие правовые рамки вопросы по легализации и ношению, хранению огнестрельного оружия. И чего-то там никто друг друга так особо не убивает, да. Я не думаю, что будет огромный всплеск криминогенной обстановки из-за того, что будут полномерно вводиться меры по ношению, по хранению и ношению огнестрельного оружия. Во-первых, будут введены реестр, единый реестр огнестрельного оружия, где будут указаны, кто собственник оружия, какое оружие, маркировка и так далее. То есть это будет все важно. Когда ты ответственен за оружие, да, то же самое, когда у тебя есть, например, автомобиль, да, у тебя есть права на автомобиль и техпаспорт на автомобиль. То же самое у тебя, вот, права, чтобы их получить, тебе надо пройти нарколога, психиатра и так далее. Заняться обучением, как стрелять, где стрелять, зачем стрелять, проходить обучение, иметь контакты с участковым, например, да. Ты это все понимаешь и разбираешься, и ты имеешь оружие. И у тебя есть ответственность за то, что ты им пользуешься или не пользуешься. А сейчас, когда оно нелегально и используется, никто за это ответственность не несет. Очень много уголовных дел, к сожалению, по этому поводу. Владислав, вот мне вспоминается 2009 год, либо 2008 год, когда в Украине были запрещены казино. И я так вспоминаю, что поводом послужил какой-то инцидент, который случился то ли у нас в стране, то ли, кстати, в России. И тогда правительство Тимошенкова приняло решение, так, по-моему, Верховная Рада его поддержала по закрытию казино. И, по сути, вот следующие там 13 лет, да, 12 лет казино, они до юра не существовали, но де-факто оно не существовали. И чудесным образом функционировали, но функционировали вне там правовых рамок, да. И, конечно, вот совершенно недавно появились крупные лоббисты, да, которые пролоббировали открытие казино. Ну, на самом деле, это как бы хорошая история, потому что, так или иначе, легализация чего-либо приводит к пополнению бюджета. Конечно. Не кажется ли вам, что, собственно, вот эта нынешняя инициатива по легализации огнестрельного оружия, это инициатива, которая предлагает сообщество под соусом противодействия российской агрессии, но на самом деле эта инициатива выгодна лоббистам оружейного бизнеса. Оружейный бизнес, он очень ресурсоемкий. Может быть, есть только правды в этих суждениях, я уверен, что где-то оно так. Однако, не стоит забывать о том, что сейчас мы можем с вами купить огнестрельное оружие, да. От 21 года это гладкоствольное огнестрельное оружие, от 25 это нарезное, то есть никто нас и до этого не запрещал нам его покупать, да. Однако, не было правового анализа вот этого всего дела. Ты мог купить, потом кто за это несет ответственность? Только ты сам, да, поставил ты там тот сейф, пришел к тебе участковый или нет. Нет, не было реестра, не было маркировок, нет отчетности никакой. Вот в этом как бы проблема, которую надо решать. А то, что будут покупать оружие, я знаю, что из-за агрессии, которая сейчас происходит, уже стала расти покупательская способность на оружейном рынке. Что значит покупательская способность на оружейном рынке? То есть его начали покупать в больших количествах, чем годом ранее. То есть рост спроса происходит на оружейном рынке? У нас в стране? Хорошо, Владислав, вот опять же, когда мы говорим о обращении с оружием, безусловно, это требует следствующей и психологической, и социальной подготовки. Вот кто этим будет заниматься? Может быть, вы в курсе, как происходит на Западе? Есть ли службы, которые в принципе, как бы работа которых направлена как раз на обучение и подготовку людей к ношению оружия? Да, у нас, ну, как у нас сейчас обстоят дела, обстоят дела не очень хорошо. К сожалению, коррумпированная система с получением справок, никакой не секрет, что она существует. Я очень надеюсь, что наши законодатели каким-то образом подключат, как мне нравится это приложение ДИА, может быть, как-то через нее это будет вопрос более-менее прозрачно происходить, чтобы каждому человеку было креплено, как я уже приводил пример с автомобилями, так же и, например, какое-то оружие. Но это может быть когда-нибудь в будущем. Я надеюсь, вы не хотите, чтобы вот в приложении ДИА, точно так же, как через приложение ДИА приходит 1000 гривен на счет за полный курс вакцинации, так же точно через приложение ДИА приходило и огнестрельное оружие. Ну, может быть, не так прям резко, но я хочу более-менее прозрачности, поймите. Как проходят сейчас курсы подготовки, я думаю, что они не так проходят, как могли бы быть, правильно? А как проходят они, например, в странах Германии, Чехии, в той же Молдавии, там есть специальный орган, который подразделен МВД. И, насколько я помню, например, в Германии раз в пять лет тебя проверяют. Проверяют твое психическое здоровье, какие-то еще последствия, может, наркологические и так далее. И проверяют, как ты обращаешься с оружием раз в пять лет. Вы знаете, мне кажется, что это действительно было бы проявление такого истинного либертарианства, о котором говорил президент перед выборами 2019 года. Если бы, скажем, вот эти вот 1000 гривен, а сейчас 1500 за три вакцины, включая бустерную, человек мог, например, направить как первый платеж для покупки огнестрельного оружия, если он соответствует, скажем, необходимым требованиям. Ну, может быть, может быть. А, Владислав, хорошо. Вот, если мы говорим в целом о правовом поле страны за последние два года президентства Владимира Александровича Зеленского, насколько это правовое поле, оно изменилось, насколько оно стало более лояльным, и насколько вот вы, как человек, который работает в сфере адвокатуры, чувствуете вот, ну, изменения, да, вот, потому что власть постоянно рапортует о том, что реально происходят изменения. А насколько вы это чувствуете? Ну, как вам сказать? Например, я чувствую от клиентов, да, они у меня маркер этого всего дела. Например, хорошее изменение – это открытие рынка земли. Я считаю, что это шаг. И очень большой, о котором все говорили-говорили, а он все-таки сделал. В моем понимании это плюс. По поводу каких-то изменений в судебной системе, конечно, тут рано говорить, непаханное поле, да, что нужно изменить. Например, сейчас изменения в нотариальной сфере, да, там, грандиозные. Расширение полномочий нотариусов, да. Я надеюсь, что адвокатуру не оставят в стороне, нам тоже должны кое-что расширить в полномочиях. Есть куда. Ну, смотрите, взять за пример европейскую адвокатуру, да, есть куда расти и стремиться в плане того, что адвокат как субъект, как защитник клиента, да, чтобы к нему было отношение более должное. Конечно, к сожалению, в нашей стране еще далеко до этого. Вот такие изменения были бы лучше. Смотрите, Влад, я так никогда не работал в бюрократической структуре, но я наблюдаю, например, на Российскую Федерацию. Вот там есть такой авторитарный лидер, господин Путин, да, у которого в последнее время наблюдается изменение не столько в сознании, сколько изменение его мироощущения, да, то есть Путин погрузился в стилистику 19 века. Но что Владимира Путина возвращает в 21 век, так это его постоянное, ну вот, хамство, да, вот, ну, например, например, как же он сказал, нравится, не нравится, терпимая красавица, да, вот, и дальше, вот, когда президент говорит такое, ну, естественно, что все бюрократы нижестоящие не подхватывают. Вот, например, Лобров, он сказал, пацан сказал, пацан сделал, да, а дипломаты нижних, скажем, уровней, да, они повторяют за Лобровым, и причем, ну, уже откровенно хамят, например, европейцам, да, и также, в принципе, функционирует бюрократическая система во всем мире, ориентируется всегда на руководство, да, на политическое руководство. Вот у нас в стране Владимир Зеленский говорит о налоговой амнистии, говорит о налоговых каникулах, говорит о необходимости единения между бизнесом и властью перед лицом российской агрессии и прочее, прочее. Постоянно говорится о необходимости построения государства, условно, с человеческим лицом. Вот на практике, да, вот насколько бюрократия, условно, на местном уровне, в правоохранительной системе, в судебной системе принимает то, что говорит президент на ценностном уровне, насколько вот эта акустика работает, когда можно бюрократно нижних уровнях власти услышать то, что говорит политическое лидерство страны. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, ну, вот работая, да, с 2009 года, общаясь, образно говоря, там, с канцелярией судов, тот же самый, и так далее, и так далее, вы знаете, ну, я готов согласиться, что мы идем в правильном направлении, что все-таки видно, что наши, во-первых, сменяемые президенты улучшают то, как потом, на более других ступеньках власти и так далее, люди открываются с нормальным человеческим лицом и понимают, и больше стало профессионалом своего дела, это факт. А, Вячеслав, а что вообще важнее, изменение в праве или изменение в правоприменении? Ведь это вот, ну, две, как бы, составляющие одного и того же процесса, при этом мы же понимаем, что, может быть, на бумаге, вот, как при советской власти, условно говоря, на бумаге, ну, была самая демократическая страна, при этом в реальности это была тоталитарная страна. Понятно, что, ну, там, в Украине немножко другое, да, вот в Украине в реальности, ну, там, законодательство сделано для людей, да, ну, а правоприменение бывает другое, да, то есть, недаром бытует в народе выражение «закон что дышло, куда пройдет, туда и вышло». Почему это выражение возникло еще с незапамятных времен? Потому что большую роль играют субъективные факторы вот на нашем пространстве. Вот насколько это искореняется? Насколько мы можем говорить о том, что все-таки мы становимся, выходим из состояния общества торга и приходим из состояния общества равных возможностей доступа к административному ресурсу? Ну, знаете, право-правоприменения нужен, конечно, какой-то некий симбиоз, да, одно без другого неразрывно и связано. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, мы видим шаги, да, какие-то, и отзыв, отклик, да, наших граждан и доверие к власти, мне кажется, что растет, и даже статистически это подтверждается. Поэтому правоприменение, конечно, очень важно. И нам, как адвокатам, как раз наша и работа применять, да, различного рода правовые аспекты в жизни людей. Поэтому работаем и улучшаем. Знаете, вот я иногда посещаю тусовки политологов, политтехнологов, ну, я больше чем уверен, что вы скептически относитесь к этой профессии, но я сам скептически отношусь к этой профессии, потому что порог входа в эту профессию, он очень низкий, да, в отличие от адвокатуры, где все-таки необходимо обладать профильным образованием, пройти стажировку, сдать экзамены. Ну, порог входа достаточно высокий. И вот, тем не менее, я постоянно слышу о необходимости, скажем, организации в одну ассоциацию, главной задачей которой будет выработка некого кодекса профессионализма, кодекса чести, да, дтп. Вот, в принципе, адвокатура — это показательно. В каждой стране есть адвокатская ассоциация, которая является саморегулируемой, да, во многом. Вот насколько вообще вот эта адвокатская ассоциация, да, она необходима? Насколько, вот, действительно, она очищает адвокатуру и делает это более эффективной? Она, конечно же, необходима. Во-первых, это адвокатское самообъединение, конечно. Во-первых, есть семинары, есть конференции, есть какие-то повышения квалификации, что обязательно у нас в профессии. Там, где на семинарах мы делимся опытом, что-то узнаем новое и, общаясь, приходим к какому-то общему знаменателю, пишем, национальная ассоциация адвокатов Украины, да, есть адвокаты, которые пишут законопроекты, которые потом приходят в Верховную Раду и дальше проволосовываются. Поэтому это очень важно. Любые ассоциации, любые ассоциации профессионалов в любой сфере, я считаю, это важно. Это круг интересов, это круг общих знаний и умений, когда люди растут и получаются новые кадры, новые достижения. Вот эта реформа, которая была проведена, если не ошибаюсь, пять лет назад, которая фактически дала адвокату монополию, да, это, ну, по сути, да, ну, практически, да, то есть, если раньше, ну, в принципе, был институт представительства, по крайней мере, если я не прав, человек без статуса адвоката мог, например, представлять интересы другого в суде. Ну, не во всех категориях процессов, но тем не менее. То есть, сейчас, по сути, у адвоката есть монополия. И, вот, скажем, вот это является обращиком, в том числе для политтехнологов, условно, да. Вот, насколько, на ваш взгляд, важно иметь закрытую ассоциацию, которая бы давала, либо отбирала право на реализацию профессиональной функции? Смотрите, в вопросе адвокатов, да, это очень важно. Почему? Потому что суды, к сожалению, были наводнены людьми и тормозились процессы судочинства, будем так говорить, да. Когда суд стал более профессиональным, заседания стали намного быстрее происходить. Конечно, есть торможение процессов различных, да, к сожалению, это есть. Мы возвращаемся к реформе судебной системы, есть куда расти. А что по поводу закрытых или открытых общественных организаций, которые ассоциации? Я считаю, что в любом деле, да, ассоциации адвокатов, это, не знаю, нотариусов, политтехнологов и так далее, каких-то, это очень важно и это нужно для развития этого дела, чтобы стать больше профессионалами своего поприща, где вы работаете. Владислав, есть вот, ну, скажем, такое неписанное правило, там, внешнего вида для адвоката. Вот вы ему абсолютно соответствуете, костюм, вот все, вот, знаете, вот, ну, как бы, вы полностью внешне соответствуете, и не только внешне, но и профессионально. Но я хотел спросить о другом. Вот, понятно, что вот за годы независимости Украины выработалось некое представление о том, как должен выглядеть адвокат на основании западной практики, да. Ну, вот, мне интересно о репутации, например, да, потому что, вот, скажем, в сфере политехнологии и социологии есть такое понятие, как черный социолог, да, то есть это человек, который на заказ может исполнить любую социологию, абсолютно не основанной на каких-то научных разработках. Вот, вот, в адвокатуре, да, вот, все-таки, как бы, адвокатура, там, 20-летняя, да, настинышняя адвокатура, это, у него большая разница, как говорят в Одессе. Вот, насколько вообще институт репутации, да, вот, в этой закрытой общности адвокатов, он, ну, укрепляется, да, вот, за последнее время? Смотрите, за внешний вид и репутационную составляющую адвоката, это низкий поклон и благодарность ныне ушедшему от нас, к сожалению, Иосифу Львовичу Бронзу. Он был главой адвокатуры Одесской области, Рады адвокатов Одесской области, извиняюсь. Он прививал нам за всю долгую его жизнь и отдачу себя этому поприщу, он прививал нам адвокатскую этику, да, как должен выглядеть адвокат, как должен говорить. И репутацию, что ты адвокат не только с 9 до 6, там, рабочего времени, ты адвокат, если ты выбрал эту профессию, то ты по жизни целый день, круглый год адвокат. Ты должен этому соответствовать. Если ты не хочешь быть адвокатом, отдавай адвокатское свидетельство, отказывайся от него и делай, что хочешь. То есть это не профессия, а самоопределение? Да, это самоопределение. Я вот этому месседжу и следую. Поэтому репутация адвокатов, да, мы смотрим, конечно же, на европейскую практику, на американский манер и так далее. Но надо развиваться, мы к этому идем. Спасибо большое, Влад, за конструктивную, содержательную беседу. Спасибо большое, уважаемые зрители. С нами был Владислав Гриценюк, известный одесский адвокат. Гриценюк и партнеры, да. Адвокатское бюро Владислава Гриценюка и адвокатское объединение «Экспонент». Да, вот я не могу не прорекламировать. Спасибо большое, мои друзья, что смотрели передачу на телеканале «Медиатвор». Спасибо. Спасибо.